Парни, девчонки, всем привет! Сегодня отличный воскресный день, светит солнышко, становится наконец-то тепло. Мы поговорим сегодня про автомобиль в кузове F10. С этой машиной вы знакомы. Мы снимали ее ровно полгода назад, когда машинка выкатилась из салона совсем новенькой. Прошло полгода, машина прошла свое первое техническое обслуживание, приобрела некие новые тюняшки, о которых мы сегодня и поговорим. Поехали! Друзья, первое, с чего мы начнем, это, конечно же, подкапотное пространство. Смотрите, автомобиль у нас идет 520 в М-пакете. Двигатель у нас 2-литровый, 184 силы изначально идет в автомобиле. Есть, конечно же, двигателя 528, где будет он помощнее, там будет порядка 245 лошадиных сил. Но есть ли смысл за него переплачивать? Многие часто задаются этим вопросом. Есть некие эксперты, которые утверждают то, что там непростая разница, там много чего изменено. По факту, что мы сделали? Человек купил автомобиль и спустя некоторое время после обкатки сделал чип-тюнинг. А именно, он установил себе электронный блок GB4. В простонародье это называется просто жаба. Вот выглядит это именно вот так на 7-карт. То есть, что такое 7-карт, я вам скину ссылку в описании к данному ролику. Всем, кому интересно, все, кто хотят, в принципе, установить себе такое же. Но если есть среди зрителей владельцы автомобиля, вы сможете почитать. В чем прелесть? Вот это электронное устройство стоит порядка 45 тысяч рублей без установки. Что оно дает? Прирост сил порядка 260 лошадиных сил. Сейчас стало у автомобиля. То есть, примерно 70-80 лошадиных сил. В тот же момент, когда ты отправляешься на техническое обслуживание, ты ее элементарно снимаешь. Покажи, пожалуйста. Здесь вот можно ее отсоединить. И то есть, ты когда приезжаешь к дилеру на обслуживание, все, у тебя стоковый автомобиль, ничего у тебя нет. И поэтому все вопросы остаются как бы гарантийными. В тот же момент, ты выезжая на дорогу, нажимая на педальку газа, машина у тебя едет гораздо интереснее. Изначально стоковая версия этого двигателя разгоняется по паспортным данным 7,9. Сегодня же автомобиль у нас разгоняется порядка 5,9 секунд до первой сотни. Но установка одного чип-тюнинга дело, конечно же, не закончилось. В автомобиле полностью переделана выхлопная система, убран катализатор, установлен даунпайп. О нем мы поговорим сейчас чуть-чуть позже. Естественно, мы вам покажем, какое звучание стало сегодня у автомобиля. Смотрите, владельцы немецких автомобилей, в принципе, и так не жалуются на лакокрасочное покрытие. Тем не менее, наш автомобиль после выезда из автосалона в первую неделю был закатан прозрачной защитной пленкой. Поэтому, посмотрите, сказать то, что что-то тут за полгода, конечно, потрескалось, поцарапалось. Ну, вы сами понимаете, это смешно. Поэтому мы переходим сразу к дискам. У нас сейчас установлены 20-е диски. Смотрите, резина 245-35. Дисочки смотрятся на машине элегантно. Элегантно. Мы сейчас вам покажем по кругу их поближе. Диски у нас стоят разные, широкие. Задний колесный диск у нас идет с резиной 275 на 30. Смотрите, диски у нас сделаны, ну, вообще резина стоит домиком. С одной стороны, это, конечно же, смотрится симпатично, но есть один значительный минус. Покажи, пожалуйста. Вот дисочки новенькие, а уже они покоцались. То есть, ну, вот притерся к бордюру, с кем не бывает? Со всеми бывает. А то есть, резина, получается, не защищена. Ну, диск не защищен резиной. Поэтому происходят такие мелкие, но неприятные косяки. А сейчас мы переходим к задней части автомобиля, где установлена самая интересная выхлопная система. Друзья, это стоят оригинальные банки M Performance. Это не какие-то там аналоги похожие китайские, заколхоженные, шильдиком таким выгравленным M. А именно, эти банки дают очень хорошее звучание. Сколько это стоит? То каждый владелец BMW или тот, кто хочет купить себе BMW, особенно в M-пакете или M-очку, прекрасно знает, что это удовольствие не дешевое. Я прекрасно понимаю то, что каждому из вас сейчас интересно послушать, что же дают эти банки, какой же получился звук. Так вот, у нас микрофон с шумозащитой, как бы, да? Я его оставляю здесь, иду, сажусь в автомобиль, завожу и покажу вам, что же у нас получилось на выходе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Друзья, я еще в тот раз говорил о том, что в нашем автомобиле установлена система НБТ. У официального дилера данная услуга стоит 300 тысяч рублей. Серьезно, если даже попросить скидочку, вам ценник на завод в районе 280 тысяч рублей. Мы же поставили данную систему за 50000 рублей. Мы же поставили данную систему за 50 тысяч рублей. Где он ее поставил? Ну, поймите сами правильно. Нашел человек, обратился в организацию, поставил. Все, все работает, как вы видите, всем доволен. Контактов не осталось, поэтому помочь, подсказать где, к сожалению, уже не можем. Смотрите, у автомобиля 14 тысяч километров пробега. Первое техническое обслуживание вылетело на 10 тысячах пробега. То есть вы знаете, что в BMW есть моточасы, когда автомобиль даже сейчас заведен, как бы ресурс двигателя идет. И поэтому здесь вы делаете обслуживание не так, как, например, на других автомобилях раз в 15 тысяч или раз в 10 тысяч. А компьютер вам сам диагностирует и говорит, что пора ехать на техническое обслуживание. Все зависит от вашего стиля вождения. Я уверен, что среди зрителей все бы хотели приобрести себе данный автомобиль новый. Я, конечно, понимаю то, что старая BMW, там, трех-четырех годовалая, это уже не то. Она начинает сыпаться. Но здесь же автомобиль новенький, никаких, естественно, проблем с ним нет. Есть только одни положительные эмоции. Что будет с машиной дальше? Машина моего друга, поэтому будем следить, смотреть. Пройдет полгода, уже прошло, пройдет год-два. Посмотрим, развалится, не развалится, как себя поведет новенькая BMW. Будем смотреть. На этом все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм канала. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. До новых встреч. Всем пока-пока.